Приветствую вас, Лидия. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, точнее текст. Вопроса я аккуратно не увидел у вас в вашем сообщении. Понимаете, деструктивным уже является формат постановки вопроса. Потому что ошибка, вот вы пишите, где я допускаю ошибку. Ошибка сама по себе уже является, в общем-то, оценкой. То есть человек и люди не совершают ошибку только если они сознательно соглашаются на какой-то вид планируемой деятельности, предполагающей определённый результат. Во всех остальных случаях ошибок человек не допускает. Он получает, может быть, не то, что он уходит, он не получает, не то, на что он рассчитывает, но это не ошибка. И когда вы в контексте взаимоотношений с другим человеком используете это слово, ошибка, вы подразумеваете, что в отношении к человеку вы не достигли того, что хотели. И поэтому данное действие является ошибочным. Но в отношении к человеку изначально хотеть чего-либо является, вот здесь момент, не ошибкой, а деструктивной историей. Деструктивным, пандерном. Потому что неизвестно, как будут развиваться отношения с человеком, неизвестно, в какие формы примет это взаимодействие. Понятно, что речь идёт о неких желаниях, о неких потребностях, и потому так важно быть независимой в отношениях с другими людьми. Опять же, с некоторыми оговорками, которые, если вам будет угодно, я, конечно же, раскрою. Но ключевое положение такое, что изначально восприятие человеческих отношений как чего-то, в чём можно допустить ошибку, является деструкцией, потому что предполагает наличие оценки. Предполагает наличие неких ожиданий, а любые ожидания предполагают перенос ответственности. То есть, если я чего-то от тебя жду, то я, соответственно, перекладываю на тебя ответственность по реализации этого. Опять же, оговорка, что родители, когда они заводят детей, они как бы должны детям дать адекватное нормальное воспитание. Это их обязанность. Вот. То есть, дать такую обратную связь. Мне слово «воспитание» не очень нравится. Дать такую обратную связь. Чтобы ребёнок получил элементарные представления о том, как адаптироваться в мире и как в нём, соответственно, что существовало. Понимаете? Это первое. Дальше. Мне 38 лет, скоро будет 39. У вас идёт акцент на возраст. Вот. Возраст для вас важен. Возраст для вас, очевидно, он играет достаточно серьёзную роль и, в общем-то, эта роль не самая позитивная, как я понимаю. Соответственно, здесь у нас стереотипическое мышление, здесь у нас шаблоны с поведением, что вот мне уже 39 лет, я не могу построить отношения, не могу создать семью, то есть со мной что-то не так и прочее, прочее прочее. Вот. То есть, как бы, здесь я, может быть, конечно, не прав, в целом, с интерпретацией того, что вы подразумеваете под возрастом. Но, хотелось бы спросить, а как вы пришли к тому, что первым на всё обратили внимание в своём тексте именно возраст? У меня не ладится личная жизнь. Ну, смотрите, здесь момент такой. Личная жизнь здесь, понимая, с вами не совсем верно, потому что личная жизнь – это жизнь личности, и личностная жизнь – это немножко другое. Это не связано со взаимодействием с другими людьми, обязательным взаимодействием. Не ладится. Это предполагающее, что личная жизнь живёт какой-то своей вообще жизнью. На самом деле она не живёт своей жизнью. Она полностью зависит от вас, то есть своей. Во взаимоотношениях с мужчинами что-то делаете неверное. Что-то делает деструктивно. Мужчины – это их отталкиваются. Или выбираете таких мужчин, которым у вас не может быть построено, что-то серьёзно. И здесь можно говорить как? О несоответствии вашего гендерного поведения, вашим представлениям о женщине, отсутствии идеала гендерного поведения, отсутствии образа женщины, подавление его, выбор не соответствующего вашему гендерному поведению мужчины, страх близких отношений, страх сближения, о чём вы говорите, затрагивает ему доверие. Ну и соответственно некий сценарный детско-родительский забред на создание семьи. Здесь, наверное, пару слов хочется сказать о доверии. Которое, вот вы в конце говорите, что я медленно шла к самой, чтобы довериться человеку. Да, в соответствии с проблемой с доверием. Понимаете, доверие – это не тогда, когда доверяешь человеку и можешь положиться на него доверие. Доверие – это тогда, когда ты полагаешься на себя и нет ничего такого, чего бы ты стыдился. Если человек сам чего-то стыдится, если человек сам что-то в себе не принимает, то ему сложно довериться другому человеку. А если он доверяется, то это правда, значит, принимает формы зависимости. Вот. Ну, потому что я же не могу полагаться на себя, я полагаюсь на другого. То есть, я полагаюсь на другого. Вот так, я полагаюсь на самого себя. Вот. Удивительно, как некоторые люди, вот, характеризуя кого-то из своих друзей, или из своих близких, или из своих, ну, вот, из близкого круга. Говорят, что я доверяю ему как самому себе. Или я полагаюсь на него как на самого себя. Ну, это вот, улыбаюсь. Дальше. По поводу образа женщины. Вы не очень хорошо просто можете представлять, какая вы женщина по поводу стыда. Это вы не принимаете свой женский образ, вы не принимаете свое женское поведение, считаете его чем-то таким вот, ну, негативным, странным и прочим. То есть, как-либо обесцениваете его. Вот. Ну, и, собственно, по поводу чего у вас, на основе чего у вас образовывается фундамент построения отношений с мужчинами, фундамент отношений с мужчинами, как вы их видите? Кого вы видите, смотря на человека противоположного пола? Кого вы видите в первую очередь? И чем это обусловлено? На эти вопросы вам не надо ответить. Дальше. Если честно, я себя пока не очень понимаю, но подозреваю, что у меня есть некий внутренний, внутриличный, внутриличностный конфликт. Потому что желания и стремления у меня одни, а то, как я строю свою жизнь, башня, получается несколько другое. Ну, да, внутриличностный конфликт у вас присутствует, потому что вы пытаетесь понять. Вы пытаетесь понимать, вы пытаетесь интеллектом, интеллектом какие-то, какие-то отношения выстраивать, так как отношения это все-таки больше на уровне чувств. А интеллект здесь просто используется для придания адекватной, удобоваримой формы выражения своих чувств. То есть, к примеру, если человек, ну, если вот женщина высокоинтеллектуальная, образованная, вот, а мужчина менее интеллектуальный, то женщине при выражении своих чувств необходимо учитывать то, насколько мужчина способен понять. И без учета способностей к пониманию мужчины, выражение своих чувств, ну, означает, по сути, манипулировать. Понимаете? Поэтому, да, здесь основная проблема в том, что вы пытаетесь много и слишком думать, вы думаете. Вот. Дальше. Получается, приблизительно, такая картина, у меня есть понимание того, что я хочу или думаю, что есть. Понимаете, какая штука... Нельзя понимать того, что человек хочет. Можно делать того, что я хочу. И иметь в сознании образ того, что я хочу. Одекватный образ того, что я хочу. А вот понимаете того, что хочешь, нет. Само себя... Любое понимание того, что ты хочешь, ведёт к дифференциации. Ну, потому что любое понимание – это дифференциация. И дифференциация приводит к тому, по сути, что любые, любые потребности и желания, кроме самых необходимых, они бессмысленны. Вот. Поэтому вы понимаете. То есть, хочешь – это тоже деструктивная история. С другой стороны, то, что вы хотите, не может быть никак связано с человеком. То есть, вот вы говорите, что у меня есть разные стороны понимания того, чего я хочу, но среди такого человека не получается. Хотя, ошибка, потому что то, что вы хотите, не может быть никак связано с человеком. Это может быть связано только с вами. это и связано с вами. Оно ответственно за это вы пытаетесь переложить на мужчин, и потому на целях ничего не происходит. Возникает феномен сверх мотивации. Ну, феномен сверх мотивации, легче его объяснить, знаете, вот вы когда приходите в магазин, да, и к вам подходит консультант, и как-то себя с вами ведут. Представьте себе, если бы консультант знал, что вы его единственный, последний клиент, или просто единственный. Вот как бы он себя с вами вел? Вот его поведение является производным, вот сверх мотивации. Его поведение сверх мотивированным. Это любое предание чрезмерной важности объектам, которым взаимодействуют, взаимодействуют человеку, в том числе и другому человеку. Что не означает приравнивание другого человека к объекту. Я начинаю смотреть, а что вообще меня окручает? Выбираю человека, начинаю с ним общаться. Ну, это как-то немного странно. Я начинаю смотреть, кто меня окручает. Выбираю человека. Это странно. Вы же не товар в магазине выбираете. Ну, правда. Что значит выбираю? И все значит, что вас окружает. То есть нельзя просто взять посмотреть, кто окружает, начать с этим человеком общаться и вступить с ним в отношения. Так не работает. Если у вас с человеком есть что-то общее, вы по этой теме двигаетесь. Смотрите, что из этого вырастает. Основывать на том, что просто на том, что вы хотите делать для человека. Не для себя, через другого человека, а для человека. И все. И не делая ничего, что вы не хотите делать для человека. Или того это хочется, но требует достаточно много сил. Вот и все. А тут как-то странно у вас что-то происходит. Процесс. Все вроде бы ничего, но я испытываю неудовлетворенность с выбором. И через какое-то время у меня появляются претензии. Ну, правильно. Потому что выбирайте, что вы здесь человека для себя. Вы не ориентируетесь на то, что вам хочется сделать кого-то наоборот счастливого. Вы выбираете человека, чтобы это сделать счастливой вас. Отсюда и проблема. Отношения разрушаются, мы расстаемся. Я очень переживаю. Ну, надо сказать, что отношения могут разручиться. Они могут закончиться. Разручиться отношения не могут. Они могут завершиться. Вот. И вы почему-то завершение отношений и расставания воспринимаете на свой счет. Я не говорю, что никто не принимает. Это на свой счет. А расставание это всегда такая небольшая травма. Я вам как бы даю момент, что вы воспринимаете на свой счет это расставание. Переживание возникает из этого. Что расстались со мной, как с человеком. Если расстались со мной, значит я плохая. Если расстались, значит я все это для себя потеряла. Вам не грустно от того, что вы не можете сделать человека счастливым больше. У вас нет такой возможности, что человек решил, что не мы будем сделать его счастливым, а кто-то другой. Вам от этого не грустно. Вам грустно от того, что вы что-то потеряли для себя. И того, что вот вас, другого человека предпочли вам. То есть как бы лично задевается. Данные аспекты возможны тогда, когда человек не имеет сформированного представления о самом себе. И когда человек не определился со своими вообще бодренностями и не реализовал их, либо не находится в стадии их реализации активной. Последним моим молодым человеком получилось ровно по точке схеме. Он в целом соответствовал моим представлениям о партнерах. Вот понимаете, да? То есть у вас на первом месте идут представления о партнере, а не сам партнер. Представление о партнере, это то, что составляет ожидания от человека. Понимаете? Вы можете знать, какая вы женщина. То есть, ну, мягкая, там, твердая, ведомая, ведущая, инициативная, пассивная, да? Скромная или, там, не очень. Вы можете знать, какая вы женщина. И в соответствии с этим вам подходит мужчина, но не человек. Человек под эти критерии не подпадает. Партнер под эти критерии не подпадает. Потому что партнер это еще не представитель своего гендера. Вот, когда вы говорите, что у меня есть представление о партнере, это создает образ партнера. И мы пытаемся реального человека под этот образ подогнать. А представления о партнере возникают из чего? Из ваших желаний. Вот и получается, что вы свои желания, ответственность за них, перекладываете на другого человека. От этого возникает ответственный претензий. Но, самое главное, что когда, когда вы перекладываете ответственность за свои желания на партнера, вы, как бы, говорите себе, что я-то сама не могу их удовлетворить. Я-то сама не способна это сделать. Я-то в себе отрицаю какие-то качества. То есть, я себя не принимаю. Если я себя не принимаю или принимаю условно, то я и тебя, условного партнера, так же не принимаю. Или принимаю условно. И это накладывает определенный отпечаток на то, как вы взаимодействуете с человеком. Дальше. Внешне выглядело иначе, чем я искал. Но, опять же, да, вот, как можно кого-то искать? То есть, здесь, по сути, здесь, мужчины, да, по сути, браться как предмет. Вот. Знаете, как магазин, как товар. Вот, в магазине товары ищут, да, вот, ищут нужные товары. Не могут найти. Вот так, тут же. Что это обесценивать? Это обесценивание человека. И это, в первую очередь, обесценивание себя, вас. Косвенно на это указывают возраст и восприятие личной жизни. Он показался мне очень интересным внутренним. Вот, что вы под этим подразумеваете? Да, интересный внутренний. Интересный внутренний человек, это видишь в себе. Человек в себе. Интересный внутренний. Вот. Ну, это, знаете, люди, которых сложно понять. Люди, которые говорят на непонятном языке. То есть, они-то, эм, говорят лингвистически, они говорят на том же языке, но по смыслу они говорят совсем другом. Вот это, интересный внутренний человек. Я понимаю, что я утрирую. Сейчас. Но, не, внутренний, ээээ, не интересный внутренний мир, являются базой, для построения отношений. Хотя, и это точно. Но, интересный внутренний мир, всего лишь, служит, ресурсом, для создания площадки. Взаимодействия людей. И чем взаимодействие многограннее, тем больше шансов построения отношений с людьми. С мужчинами. Первое, что меня смутило, это была ситуация, когда у нас впервые была близость, после этого он позвонил маме, она была расстроена. Зачем она маме позвонила? Он ушел, чтобы ее утешить. Я решил, что ничего не получится. Что именно ничего не получится. Близость не получится или отношения? Почему вас это смутило сильно? Зачем вас это смутило сильно? Не говорю, что это правильно. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что есть ситуация, и вы эту ситуацию отказываетесь принимать, как реально, что вас это смущает. Ну, если смущает, то давайте разберемся в чем. Вы испытали ревность. Вы испытали чувство собственной незначимости. Вы почувствовали, что вас унизили, что вами воспользовали. Что? Что здесь произошло? Что вас смутило? С этим нужно добраться. Это важно. Очень важно. Как вы выразили, как вы выразили человеку, точно вам это смутило. И выразили его ему. Дальше, вот вы видите, что он через 15 минут вернулся, но недалеко был, что ли, от вас. Немного это странно. Значит, сказал, что поговорил с мамой, и все в порядке. Что? Все в порядке. Как изменилось ваше восприятие этого, когда он вернулся? То есть вы никак эту ситуацию не закончили. Никак ее не завершили. Дальше. Наши отношения неплохо развивались. Что значит отношения развивались? Мне очень понятно. В этом выражении отсутствуют я и ты. То есть отсутствуют те, собственно, кто вкладывает отношения. Неплохо, это оценка. Оценка, как я уже сказал, неприменима ко всему, что связано с человеком. Так что, по сути, вы не сказали ничего. Неплохо развивались, это, по сути, ничего не означает. Это вот мне, как вот психологу, ни о чем не говорить. Кроме только того, что вот на какой-то момент я могу перефрансировать то, что вы сказали. Неплохо развивались наши отношения. Звучит как я от отношений начала получать то, что хочу и получила надежду на то, что смогу получать в итоге все, что хочу. То есть можно интерпретировать так. Зависимость росла. Моя зависимость от отношений росла. Понимаете? Дальше. Прошел год. Мы проводили много времени вместе. А что между вами было общего? Подходили вы как мужчины и женщины друг к другу? Год срок не маленький. Как бы, вы видели человека? Видели, какой он? Надежный ли? Ответственный ли? Серьезный ли? Подходит ли он вам как мужчина? Разделяет ли он ваши ценности, ваши взгляды? Ситуация с мамой, опять же. Повторялся или нет. Насколько вы были искренне? Вы рожали ли вы ему то, что вам не нравится? Вы рожали ли вы то, что вам нравится? Дальше. Когда он говорил о необходимости познакомить наших родителей, я почувствовал, что еще рано. Это после года? То есть, год отношений, проведение много времени вместе и рано. Чем? Почему? Мне было страшно. Чего вы бояли? Давайте это раскроем. Чего именно вы боитесь? То есть, ну, я мог бы понять, если вам было 20 лет. И вы считаете, что год – это рано. Но для 30, может быть, вам на тот момент было 36, половина или 37. Для человека такого возраста, год – это уже более чем достаточно для того, чтобы понять, хотите вы с этим человеком что-то или нет. И совершенно очевидно, что в этом возрасте родители как-то уже не боятся. То есть, здесь вы себя ведете как ребенок. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что здесь вы впадаете в это состояние ребенка, напуганного ребенка, который чего-то боится. Нужно разобрать, рассмотреть, чего вы боитесь. Дальше. Я хотел его узнать и рассмотреть его получше. По сути, вы говорите, он не доверен. А страх и довериться себе. Потому что человека можно узнавать всю жизнь. Характеризует человека ситуацию, а не его ценности. А ситуации, как вы понимаете, в жизни могут быть разные. И в разных ситуациях люди поступают по-разному. Порой даже неожиданно для себя. Это означает, что полностью узнать человека практически невозможно. И чтобы устраивать отношения, нужно доверять себе, а не другому. А не другому. Но этому нужно учиться. Так. Мы поехали вместе в отпуск. Все было нормально. Что опять значит нормально? Скипооценочное осуждение. Когда вернулись, он уговорил меня поехать на мой день на один и другой город. Что значит уговорил? Уговорил. Как вы перекладываете ответ? Он уговорил меня. Нет. Я согласилась на его предложение. Это более реалистично звучит. А не он уговорил меня. Он уговорил меня звучит как жертвенная позиция. Так. Мы ехали за билетами. Были в метро, когда он сказал, что уезжает с нами на море на две недели и что билеты уже куплены. Ну тут вот не очень понятно. Что-то он нам предлагает поехать на важный день на рождение. Тут он говорит, что уезжает с мамой на две недели. Ага. Может так. На море. То есть как-то это вот просто не очень понятно, как это все сочетается по времени у него. У меня был шок, мне была неприятна мысль, что он оставляет меня одну и едет отдыхать дальше. Видите? Вам неприятно, что он оставляет вас одну и едет отдыхать дальше. То есть вам, взрослому человеку неприятно, что другое взрослый человек оставляет вас одну и едет дальше. Почему? В чем? В чем неприятно? Давайте по тросковым рекламам. Как вы себя почувствуете? В какие болезненные места скрыл мужчина этим поступком у вас? Я убежал. Что это значит? Что это значит? Вы убежали. То есть, ну что это значит? Серьёзно. Вот вы понимаете как это звучит? Мы просто убежали от боли своей. То есть от личностного роста. Он пришёл ко мне домой, посидел, со мной ушёл. Отлично. Пришёл ко мне домой, посидел, ушёл. Здорово. Слышите, а... Делает он что? Говорил он что? Так, потом сказал, что принял решение поехать на море с мамой в любом случае. Но это его право. Я просил не уезжать. Почему? В какую стать? Всем это было продиктовано. Он сказал, что если я не поеду с ним на мой день рождения, тогда он едет без меня и купил билет. Ну, тут просто не очень понятно. Где Вадим рождения, где его поехать на море с мамой, как это сочетается. То есть, как бы, человек со стороны сложно немного уловить хронологию этого. Я сказал, наверное, что нам тогда лучше расстаться. Почему он так поступил со мной, я до сих пор не понимаю. Я точно, я тоже не понимаю, Лидия, как именно он с вами поступил. Где-то вот я не совсем понимаю, как в его представлении сочеталось, что ваша поездка с ним на ваш же день рождения и его поездка с мамой на море. Я не очень понимаю, как эти вещи связаны друг с другом. Сын хочет поехать с своей мамой на море. Это нормальное желание. Он не с другой женщиной едет на море. Он едет с своей мамой. Что в этом неприятного для вас? Я не очень понимаю. Другое дело, если из-за поездки на море с мамой он с вами на ваш день рождения едет не в ваш день рождения, а как-то переносит это. Это да. Это еще понятно. Но и действия тогда немножко другие. Дальше. Так. Потом они с мамой вернулись и узнали, что его отец умер дома один. Мой друг был расстроен, мы общались, я очень поддерживала его, так ему было поздно и тяжело. И спасите, вы его спасали. Спасите, вы его спасали. Спасите, вы вступили в треугольник Карпмана драматический, где вы выступали в роли спасителя. Он выступал в роли жертв, вы в роли спасителя. Да ладно, по-хорошему, ну если вы расстались, ну вам выразят соболезнования, в принципе, и все. Но ни о какой поддержке без встречи не идет. Даже слишком легко поддержку имприментировать, как бы, в телоотношениях. Дальше. Так. Я пыталась купить билет, чтобы поехать с ним на мой день рождения. Куда с ним на мой день рождения? Какой билет вы купили, если он сказал, что купил билет? Разве не мужчина должен должен купить билет, если он хочет куда-то поехать с вами на мой день рождения? Ну, я просто здесь вот со стороны, как бы третьему наблюдателю, то есть третьему лицу, вот именно такие вот детали не очень, не очень ясны. Самое главное, для чего вы пытались купить билет и поехать с ним на мой день рождения? Зачем? Для чего? Какой день рождения, если человек потерял, ну молодой человек потерял родителя? Какой день рождения может быть? Так. У меня не получилось, как я не пыталась. А что именно вы пытались, что именно вы сделали? Он уехал без меня. Куда? Я тоже уехал. Куда? Он там и переписывался, поправил меня, он встретил на вокзале, с вытами, мы снова стали встречаться. Ну все это значит, мы снова стали встречаться. То есть вы, опять, здесь вы не берете личный ответ. Вы говорите, мы снова стали встречаться. Хотя, хотя адекватно, вот здесь, звучит так. Я согласилась вступить в отношения с мужчиной. Так вы его простили? Или как? Вы поняли его? Вы обсудили это? Что-то произошло? Лично. Или просто вот решили все забыть и начали встречаться? И вы считаете, что человек изменится? Или как? По сути у вас просто получается, купил в хорошем отношении. Он к вам хорошо относился, он вас с этим купил. Так? Потом, пришло какое-то время, мы снова поругались. Из-за чего? Какой вклад вы внесли в этот скандал? Отдаете ли вы себя отсчет, что ругаются люди тогда, когда они не способны выражать свои чувства в реальном времени? Когда они позволяют своим чувствам накопиться и потом их выращают взрывом? Здесь я вам, конечно, порекомендовал бы психологическую игру «Скандал» изучить в интернете. Несколько лучше поймете, о чем идет речь. Но скажу сразу, что это связано с доверием. Я хотел расстаться, он вроде тоже. То есть, проблемы решать вы не хотите. Потом я предложил взять паузу, мы только продолжим со мной общаться. Так у вас два с половиной года. А вы? То есть, он продолжит с вами общаться. А вы? Где вы? Где ваша роль? Где ваша ответственность? Где ваша позиция? Где ваш выбор? Вы-то где? Где? Дальше. Он сказал, что снова уезжаю от Матери на две недели на море, и что может поехать со мной, когда вернется. Мне была невыносима мысль, что с тобой постараешься? А что плохого в этом? Что плохого в этом? Ну, с мамой на море. Я просто не понимаю здесь. Вот, контекст-то, контекст не улавливаю. То есть, вас эта ситуация как-то задевает, чем она вас задевает? Почему мужчина не может поехать с мамой на море, если он молит и хочет этого? Если у вас есть основания ему не доверять, да, если вы ему не доверяете, то как бы это один вопрос. Вы ему не доверяете, там есть основания для ревности, там, прочее-прочее, да, но вы об этом не пишете. И получается так, что вы просто ревнуетесь, ревнуетесь вот к маме. Вот, как же так, он поехал отдыхать, значит, с мамой, а не со мной. Вот. Ну, вот так это вы, это выглядит, по крайней мере, на мой взгляд. Дальше. Он дал мне подумать до конца дня и сказал, что если я не дам ответ, он уедет без меня ещё куда-нибудь. А потом написал, что едет за границу. Как-то тут у вас всё очень сумбурно происходит. А потом пригласил в гости, и я не поехал. Почему? Тогда написал, что оставляет меня через две недели в Фейсбуке, я случайно увидел его знакомые в фотке, такие же, как у него, и поняла, что они встречались. Сдраствовал у него напрямую, не отрестал, что у него новая жизнь. А вы с ним сбрасывали у него напрямую, если вы уже расстались. Или вы надеялись на то, что это не расставание, а на что опиралась эта надежда. На всё она опиралась, вот, надежда, на то, что вы не расстались. Теперь я пытаюсь осознать произошедшее. Очень переживаю. По поводу чего? Я так медленно шла к нам, чтобы поверить ему, устроить свою жизнь, за что я не понимаю, как верить дальше кому-то. Но про поверить ему я сказал, а устраивать свою жизнь, вам нужно без кого-либо. Самой. Не делай, не делай это, устраивая свою жизнь, вовлекать в это другого человека. Особенно мне больно, что она осталась у меня, чтобы встречаться с другой женщиной. А разве это нечестно? То есть разве нечестно расстаться с одной и встречаться с другой? С чем здесь связана боль? Давайте раскроем её. Раскроем боль. С чем она связана? Боль это ваш потенциал для роста. Личностно. Вы её избегаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Мне ещё вам нравится. Должение след – меня – Удачи, чем divide моя... Продолжение следует...